Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях, как мы уже анонсировали, директор Государственного центра содержания и образования, доктор исторических наук Гунт Расцаттлокс. Добрый день. Добрый день. Да, ну, по крайней мере, школа и педагоги, я думаю, что уже родители тоже в курсе готовятся к введению нового стандарта образования. Первоначально, как мы знаем, планировалось уже со следующего учебного года, сентября 2019 года, чуть-чуть перенеслось на 2020 год. Вот, может быть, сначала несколько слов пояснить для наших радиослушателей. Насколько была такая необходимость и потребность менять этот стандарт, и можно ли говорить о том, что это довольно радикальные перемены? Да, я начну мой ответ с того, что, конечно, перемены в образовании нужны, были нужны уже до того, и, конечно, перемены, я бы сказал, довольно радикальные по существу. Может быть, не так много по форме, потому что, ну, мы понимаем, предметы сохраняются, и будет учеба, и школа, и учителя будут работать с школьниками. Так что, в таком смысле, это перемена, конечно, перемена в основном в содержании образования и в подходе к образованию. То есть, другая методика и другой принцип, как мы смотрим на цели и процесс образования. То есть, я так понимаю, что это такое вот образование компетентности, и это, наверное, так, чтобы учащиеся изучали те дисциплины, как-то приближенные к жизни, чтобы они понимали, зачем это надо, да? Да, точно так. Можно сказать, ну, как министр Шадурский говорил не много раз, что новое содержание должно строиться так, чтобы у ученика не было вопроса, а зачем мне это нужно, чем я занимаюсь сегодня, да? Зачастую такие сегодня вопросы возникают, да? И возникает, к сожалению, такие вопросы возникают, если нынешнее содержание очень-очень раздробленное и очень информативно насыщенное, да, то, конечно, не сразу можно сказать, ну, зачем мне тригонометические умножения или, скажем, другие проблемы, очень теоретические, как они будут воздействовать на мою жизнь. Так что подход меняется, в принципе, по существу, по цели, я как преподаватель или учитель, когда я иду в школу, в свой класс, в свой предмет, я должен думать, во-первых, не о том, что я буду говорить и что мне кажется важно и очень интересно, но я должен думать о том, что мои ученики возьмут от этого, что они будут делать с тем навыком или знанием, которое я стараюсь им как бы принести, что они будут с этим делать. Если вы думаете с такой перспективы, что, скажем, ученик в моем предмете после семестра, скажем так, или после этого года, что он или она будет, может сделать с этим, да, тогда тоже программа строится по-другому. И я думаю о том, что будут делать ученики, во-первых, не так много, что я буду делать сам. То есть я подстраиваю свои действия на то, что я хочу достичь от ученика. Да, ну всякая реформа рождает слухи, ну ходят такие слухи, что, во-первых, уменьшится количество предметов, чему, наверное, школьники будут очень рады. Это один слух. И второй слух, что не будет домашних заданий. Правда, там есть два варианта. Одни говорят, что не будет домашних заданий на выходные, дадут детям отдохнуть в субботу, в воскресенье. Другие говорят, не-не-не, вообще не будет домашних заданий, все будут делать в школе на уроках. Как на самом деле? Ну это, скажем так, чуть-чуть преувеличено. И то, и другое. Разумеется, предметы остаются. Да, будет меньше предметов по названию, но я повторю, что, конечно, предметы все, которые мы знаем, сохраняются. И тоже учебные уроки или количество уроков, конечно, не уменьшается. Это то же самое. Так что цель направлена, чтобы как бы более интегрировать содержание образования в том, чтобы дать возможность углубляться. Углубляться в те проблемы, в те ситуации, которые мы анализируем и с которыми мы работаем. И это содержит тоже ответ на другой вопрос, домашних знаний, заданий. Да. Респективно в новом подходе домашние задания не квантитативные в том смысле, что вам надо выполнить столько и столько задач в математике или прочитать только и только страницу в какой-то литературной работе. Но когда ученики работают как бы в проектном методе, в принципе, проектная работа внедрена в новое содержание и в новый подход. То есть такая самостоятельная работа будет? Да, это более самостоятельная работа. И, конечно, если вы думаете о проблеме и работаете на какой-то проблеме, задании, и если это не просто что-то сделать на уроке, но это продвигается несколько уроков или семестр и неделю, то, разумеется, вы думаете об этом не только в школе, но вы не исключаете свой мозг, когда вы выходите за дверьями в школу. Так что в смысле самоработы, разумеется, это разница между что делается в школе и что вне школы, она как бы не будет так ясно выражена. Но уменьшится, я надеюсь, что уменьшатся, конечно, такие домашние работы, которые направлены просто на квандитивные какое-то решение. Ну, может быть, это и верно, потому что, ну, что толку, когда вся семья помогает делать домашние задания? Разумеется. Но спрашивается, что в сухом остатке? Поэтому действительно, может быть, подход с этими проектными заданиями самостоятельно? Какое-то мышление, это, наверное, более правильный подход. Конечно. Это и сейчас так можно быть. И, конечно, школа работает по-разному, не везде то же самое. Так что нет такого закона, который бы разрешил и запретил домашние задания. То есть это педагогика, это методика, это то, как школа и учитель работают. Вот насколько вот эти стандарты изменят, ну, не знаю, сделают эту вот всю систему образования более современной? А что я имею в виду? Ну, мы знаем, что, ну, к сожалению, не всюду есть такие условия для этих шкафчиков, не всюду есть условия для двух экземпляров книг, вот эта Дарба Буртницеса. Получается, что портфели даже у учащихся младших классов, все мы знаем, даже взрослым тяжело их тягать. Надо что-то с этим делать. Мы же понимаем, 21 век, компьютеры, айпеды, да, и так далее. Конечно. Конечно, если смотреть с такой, с точки зрения технологической стороны, то, разумеется, мы не сразу, это непростой вопрос и решение, но, в принципе, в проекте внедрена эта цель, то есть перейти в большом, в большой количестве, в большом объеме на дигитальные средства учения. Не только учебники, скажем так, в PDF-форму. Но тоже интерактивная среда. И новое, все новое содержание, все методологические пособия и учебники, и учебные пособия в новом проекте разрабатываются в дигитальной среде. То есть они все будут доступны через веб-сайт и будут пользоваться школами. Но тут другая сторона, конечно, это обеспеченность школ с компьютерами, просто говоря, и интернетом, и всему, что необходимо для этого. И, конечно, тут ситуация не везде та же самая. Так что, если говорить и о дигитализации экзаменов в будущем, что неизбежно, я думаю, но в перспективе может 5, может 10 лет, не завтра. Это будет зависеть, конечно, от технического оборудования школ и доступности. Не могу задать вопрос, который близок к вам и как к историку. Вот я так понимаю, что предполагается объединение предметов изучения истории Латвии в всемирной истории. Здесь, как мы знаем, в свое время, там несколько лет назад были большие даже политические дискуссии. Ну, есть две точки зрения. Одни считают, что нельзя историю Латвии рассматривать в отрыве от всемирной истории, что, в принципе, понятно. С другой стороны, все считают, что поскольку страна небольшая, что объединив всемирные истории, вот эта история Латвии будет изучаться фрагментарно, как бы вот мельком, да, вот что на самом деле предполагается? То есть, новый стандарт действительно предполагает изучение истории с седьмого класса как единый предмет. Разумеется, программа детальная, она построена чуть-чуть в другом подходе. То есть, оба аргументы, они ясны и рациональны, в смысле того, что времени-то только сколько есть, у нас на все не хватает. То есть, мы, конечно, не можем предполагать, что в основной школе человек, нормальный ученик может изучать всемирную историю, одинаково глубокую и латвийскую историю. Но отрывать одну из другой нельзя. Это тоже ясно, что латвийская история очень-очень глубоко связана не только с мировой историей, но с региональной историей. Обязательно. С европейской историей. Как вы можете учить большую северную войну, не зная, что происходило в то время и в Европе, и в России, например. Это же все взаимосвязано. Да, это все взаимосвязано. Это самая первая мировая, вторая. Абсолютно. Мы можем этот аргумент провести с древних времен до самых нынешних времен. Так что подход новый, как бы он интегрированный, но он исходит из перспективы, из латвийской перспективы. То есть, в смысле это не значит, что тут идут две параллельные истории, которые как бы совмещаются. Но все вопросы и все достижимые результаты и программа построена так, что мы смотрим на мировые происшествия с перспективы и здесь, и в Латвии. То есть, конечно, это значит, что, может быть, египетские пирамиды не так важны, скажем так, для понимания латвийской истории. Да, я хотел спросить. Но в том числе, конечно, египетские фараоны и пирамиды очень важны из культурной интеллигентности. Да, вот всегда, конечно, возникает такой вопрос, может быть, даже у родителей, насколько глубоко нужно изучать действительно вот эту историю средних веков, насколько она взаимосвязана с днем сегодняшним. Понятно, что какое-то представление надо иметь, но нужно ли такой объем заучивать наизусть со всеми датами и фамилиями? Да, согласен. То есть, это тоже вопрос. Согласен. Общий подход, тот же самый и в истории, как и в других предметов, лучше меньше по объему, но глубже. Но глубже. Но глубже, да. Особенно то, что касается основных каких-то тенденций, на которые Латвии коснулись, естественно. Да, обязательно, обязательно. Еще такой вопрос, который я хотел задать. С четвертого класса предполагается, я так понимаю, изучение второго иностранного языка. Почему? С одной стороны, вроде верно. С другой стороны, мы знаем, что, в принципе, и с первого по четвертый класс дети не отдыхают. Там довольно напряженная программа, насыщенная. Не будет ли это дополнительной нагрузкой, особенно, если мы говорим о том, что постепенно все-таки в первый класс будет отдавать шести лет. Это не произойдет сегодня и завтра, но, в принципе, постепенно тенденция, я так понимаю, такая. Да, тенденция таковая. Это хороший вопрос. У меня нет очень такого, скажем так, однозначного ответа на это, но аргумент очень простой. Как раньше начнете, дальше подвидитесь, да. И, конечно, проблема в смысле образовательной программы тоже такова, что у нас очень насыщенный по времени период с седьмой по девятый класс. И мы старались как бы уравнить эту насыщенность, чтобы... Да, седьмой по девятой, там они занимаются больше, чем взрослые, по восемь, по девять уроков, да. Обязательно, да. И в этом смысле, потому что мы все понимаем, что другой, второй иностранный язык тоже необходим в нынешней среде, так что мы уравнили это количество уроков, раздвигая побольше, побольше. Значит ли это, что, в принципе, цель, чтобы вторым иностранным языком, ну, по крайней мере, уровень подтягивали и первым иностранным языком, потому что сейчас мы видим, что провисает этот второй иностранный язык. это делать, и она будет и в новом содержании. И напомню, что у школ будет эта свобода тоже уменьшить или повысить количество уроков не больше, чем 10% от годовой нормы. Так что у школ тоже будет возможность, как это организовать, да. Еще такого, просто хотел задать, во второй части можешь подробнее еще поговорим. Вот все-таки ваша служба, за которую вы отвечаете, я так понимаю, что она также будет проверять, как это все внедряется и в частных учебных заведениях. У нас их не так много, но, в принципе, они есть. Ну, в смысле того, что стандарт, все, которые работают на государственные аттестаты и сертификаты и осуществуют государственную программу, даже частные, если они это делают, то, конечно, да, они также будут сдавать экзамены, и в том смысле, конечно, мы будем контролировать, ну, так как мы можем, достигаем результат, мы будем везде. То есть, в принципе, вот эти стандарты, они тоже должны будут соблюдать. Да, конечно, конечно. Вот если мы говорим о сегодняшнем дне, вот часто, когда, не знаю, родители говорят, что, ну, вот вы понимаете, ну, вы как-то так преподаете, там, не знаю, географию, да, со всеми этими контрольными картами, ну, посмотрите, на дворе 21 век, у нас есть губы, у нас есть компьютер, да, и часто учителя, ну, не все отговариваются, что у меня есть вот стандарт, я от него отходить не могу. И в связи с этим возникло такое, не знаю, ощущение или такое вот мнение, что стереотип, что школа вообще находится под каким-то жесточайшим контролем, шаг влево, шаг вправо, расстрел, и вот ваше там, ну, я утревую, но и государственная служба четко распределяет все, как написано, отходить от этого нельзя. И да, и нет. То есть, напомним слушателям, что, конечно, то, что обязательно для школ, это стандарт. Сам основной текст стандарта, он описывает достижимые результаты по окончании третьего, шестого, девятого класса. И экзамены, которые приятны. И экзамены, которые облигатурные, да, действительно. То, как вы достигаете эти результаты, это, в принципе, и концептуально, однозначно, это ответственность школ и даже учителей предмета. Каждый учитель может работать по той предметной программе, которая опубликована, но она не обязательна. То есть, он и диана, они могут тоже разрабатывать и осуществлять свою программу. То есть, путь, как вы достигаете результат, он педагогически автономен. То есть, это и ответственность, абсолютно, это было и так, и это так и остается. Да, спасибо за это разъяснение, потому что, действительно, многие думают, что вот есть только стандарт, отклоняться не надо, и все. То есть, стандарты есть, но достигать можно. Да, я дополню, что новый стандарт тоже будет отличаться от нынешнего, мы уходим от очень раздробленных и очень фрагментированных и очень детальных стандартов учебных предметов. То есть, новый стандарт более интегрированный, и каждый результат, он глубже и больше. То есть, он внедряет в себя и знания, и навык, и отношения какие-то, да. Микс Ньюс. Мы уже продолжаем, мы активно дискутировали и в перерыве, директор государственного центра содержанного образования, доктор исторических наук, гонтостатства у нас в студии. Вот мы знаем, что в соответствии с законом с 2020 года, уже начнется вот с 1 сентября введение новых стандартов, я так понимаю, что там есть график, да, вот какие классы этот стандарт вот будет входить. Значит ли это, что вот в 2020 году те классы, которые вводим не попадают, они будут учиться по старым стандартам? Да, совершенно верно. Новый стандарт ведется в силу постепенно, то есть, по классовым группам. В течение трех лет, то есть, в течение трех учебных лет мы достигаем все классы. Но, разумеется, те ученики, которые там выпадут, скажем так, из этого графика, которые окончат школу, разумеется, могут окончить еще по старому стандарту. Ну, и тогда, в принципе, они пострадают, может, экзамены тоже у них будут по старому стандарту? Конечно, конечно. Те, которые окончивают новые экзамены, вступят в силу весной 2023 года. Да, то есть, до того, конечно, все экзамены тоже будут еще по нынешнему стандарту. А вот те дети, которые, условно говоря, пойдут в первый класс, вот начнут свою школьную такую вот жизнь с 1 сентября 2020 года, они уже будут по новому стандарту изучать. Да, да, конечно. То есть, первоклассники уже получат. 20-й год – это первый класс, это четвертый, это седьмой и десятый. То есть, фактически, те, кто пойдет первый класс, они эти 12 лет, условно говоря, уже будут учиться в новой современной системе. Да, точно так. Да. Что вот, как вы чувствуете, что вам не хватает на данном этапе учителям, не знаю, там, финансовая поддержка, какие-то курсы по подготовке к новым стандартам, учебные пособия, кто-то сказал, что он еще не видел новые стандарты, что вот, на каком этапе сейчас вы находитесь? Значит так, мы сейчас находимся на этапе для проведения новых стандартов, чтобы они стали регулированы кабинетом министров. То есть, мы сейчас вручили правительство и дошкольные направляющие, и сейчас тоже стандарт для основной образования, и мы работаем еще над стандартным средним образованием, который вступит тогда в кабинет министров на рассмотрении в ноябре месяце. Так что сейчас мы финализируем работу с этими документами, что необходимо для того, чтобы закончить тоже работу над программами и над учебными пособиями. Потому что не зная, какой будет регулирование, этот стандарт, конечно, мы не можем тоже закончить полностью работу над учебниками и пособиями и программами. Так что работа над учебниками и пособиями и всему тему материалу, который необходим для учителей, будет продолжаться в этом году, в этом учебном году, до весны. И мы надеемся, что до весны мы закончим работу над всеми теми материалами, которые необходимы для начала внедрения новых стандартов. Что касается, вот не могу вас не спросить, каждый раз это весной были тоже большие дискуссии по поводу экзаменов. Вот по математике кто-то обращал внимание, что там четыре часа экзамен очень сложный, может быть, стоит сделать больше перерывов или уменьшать его. Будет ли тут какие-то изменения? Потому что много было по этому поводу разговоров. Я думаю, что изменения, конечно, будут еще не в этой весной, но в будущем, до этого, 23-го года, конечно. Не могу точно ответить сейчас по содержанию математики, скажем так, это не моя специальность, сложно говоря. Но я тоже слышал очень разные противоположные мнения. Кто-то считает, что этот экзамен слишком простой, что он слишком много проверяет, скажем так, техническое воспроизведение и слишком мало, скажем так, требует от ученика мышления. Так что это направление продолжается. Мы каждый год чуть-чуть меняем содержание экзаменов, в том числе и математики, больше давая задания, которые ориентированы на критическое мышление. То есть не просто повторение знакомых ситуаций и решений, но чтобы думать о том, как логически привести к результату. И эта сторона в экзаменах всех, не только математики, она будет продолжена, то есть будет больше задач, с каждым годом больше задач, которые требуют от учеников логического даже, скажем так, мышления. Да, что касается, я так понимаю, истории, там какие-то изменения тоже где-то в 23-м году, да, уже в соответствии с... Да, конечно, но мы говорим о двух ступенях, то есть во-первых, нам надо говорить о экзаменах по окончании девятого класса, где мы предлагаем изменения в том смысле, что будет, конечно, три обязательные экзамены, которые существуют и сейчас по латическому языку, по математике и по иностранному языку, но будет и четверти экзамен, который будет не только по истории. Мы понимаем, что, конечно, сфера знаний и программы гораздо шире, чем только знания истории, потому что мы предлагаем, что новый экзамен будет организован по интегрированному принципу, что он должен показать знания и навыки не только по социальным знаниям, но и по естественным знаниям, например. Так-то изменения будут. Но средняя школа – это другая история, конечно, там другая модель, и там мы идем на высшие уровни, и другая система совсем тоже сдачи экзаменов. Вот будут ли какие-то отличия в зависимости от того, вот, какой статус у школы? Мы знаем, есть школы, есть гимназии. Да. Да, вот это что-то отличается? Да. Это хороший вопрос. Сейчас тоже в министерстве работает над критериями для государственной гимназии. С одной стороны, это красивее название, да, но мы все понимаем, что это должно быть не только… По моему мнению, статус гимназии должен быть у учебного заведения не просто потому, что у них лучшие результаты, скажем так, в экзаменах, тогда мы идем на конкурс, где каждый год могут быть другие школы, названные гимназиями. Но должно быть отличие тоже по качеству процесса и широты предлагаемых возможностей у учеников. Это касается и количества, скажем так, государственные гимназии должны быть больше, и они должны, конечно, иметь и продолжать эту функцию как методические центры, то есть они должны работать над развитием и педагогики, и методикой. Ну, с другой стороны, ну, пример, все мы знаем, ну, первая гимназия действительно флагман наш, и мы знаем, что там, чтобы поступить… Конкурс. Конкурс. Да, и это, в принципе, наверное, логично, потому что как иначе ты можешь поддерживать уровень? Да, да, да. Ну, это очень сложная дилемма, у меня нет простого вопроса, потому что, с одной стороны, меня не хочет тоже упразднить возможность учеников и родителей выбирать школу, особенно для среднего уровня, который не обязательный всем, да. Разумеется, что принцип, что начинающая школа должно быть как можно ближе к жительству, к дому, это логично и естественно, но мы понимаем тоже, что школы специализируются, они будут специализироваться и больше с новой моделью средней школы, то есть школы будут предлагать довольно отличные, разные, различные, скажем так, программы для углубления и выбора каких-то комбинаций. В принципе, школы готовят сейчас уже к вузам, как вам кажется? Ну, они готовят. Ну, сами понимаете, сейчас, когда все как бы изучают все, у нас до 20 предметов в средней школе, да, и очень маленькое время отводится на каждый предмет, и мы издаем все те же самые обязательные экзамены по математике, и по латвическому языку, и по иностранному языку, тогда, разумеется, эта подготовка как бы довольно, ну, она зависит от качества той педагогики и той методической работы в школе. Но это что-то изменится после введения нового стандарта, потому что представители... Да, это должно измениться, да. Это должно измениться, это наша цель, это наша позиция, что мы думаем, что средняя школа должна готовить человека к дальнейшим студиям, и карьерное образование очень важно здесь, и когда вы будете выбирать, скажем так, ту комбинацию предметов, которых изучать на высшем уровне, они, может быть, три или больше предметов, но, конечно, не 20 предметов, да, тогда вы получаете тоже этот временный ресурс, когда вы можете изучать это с гораздо большим количеством уроков в течение этих трех лет. Это должно привести к тому, что люди пойдут в вузах более хорошо подготовленные к тому направлению, что они выбирают. Да, вы абсолютно правы, потому что мы знаем, сейчас многие школы предлагают такую условную специализацию в старших классах, там, химический, биологический, физико-математический, гуманитарный, но в результате все равно все изучают все предметы, и на эти профильные остается, может быть, на один-двадцать урока больше. Именно так. Так что, в том смысле, будет гораздо сильной профилизацией на уровне одиннадцатого, двадцатого класса в существе. Что касается, вот, не могу издать вопрос, что касается билингвальных школ, я так понимаю, что идет подготовка, да, вы уже сказали, в принципе, учителя готовятся, а методики, в принципе, все будет, да? Да, сейчас все происходит, разумеется, учителя работали сейчас с методикой проблемы, я понимаю, у многих коллег, которые работали в школах с билингвальной программой, та, что, может быть, не все активно пользовались государственным языком при преподавании своего предмета, и поэтому есть большая программа сейчас на подготовку или даже не подготовку, а улучшение квалификации у многих учреждений по тому, как преподавать свой предмет на латвическом языке. Это происходит, этим занимается латвийшовоцвал, студентура, у них большое финансирование на эту цель. Я знаю, что курсы начались, они будут продолжаться и в этом году, и в будущем году, и много интересентов. Что касается, действительно, проверка качества образования, мы знаем, что идут постоянно эти дискуссии, что есть школы, не знаю, в крупных городах, которые больше по численности, конкуренции между школами. Ну, если мы знаем, что в регионах, мы сами знаем, какая там демографическая ситуация, насколько ваше агентство может, не знаю, дотянуться до вот этих школ маленьких, да, потому что вот и министр говорил в дискуссиях и до выборов, говорил о том, что, ну, спорил с самоправлением многими, которые, естественно, против закрытия этих школ, и он говорил, что вы понимаете, а какое будущее будет у этих детей при таком вот низком качестве образования, что вы тут можете сделать? поэтому, что вы не можете заменить учителей. Да, да. Что вы можете сделать? Ну, наши, ваше, 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 ваше. Конечно, мы не можем закрыть или открыть школу, или регулировать их количество и нахождение. Конечно, это компетенции самоуправлений, но я надеюсь, что и самоуправление, мыслящие люди, и они понимают, что, в принципе, опять-таки, мы можем говорить не о школах вообще, но мы говорим, в принципе, о средних школах. То есть там это количество имеет очень-очень большое значение. И не просто потому, как сейчас, когда раздаются деньги на зарплаты учителей, но с новой моделью, конечно, чтобы предлагать гораздо широкую, скажем так, профилизацию, возможность специализации на старших классах. Разумеется, это требует, чтобы средняя школа, 10-й по 12-й класс, были гораздо больше по численности, как во многих-многих сельских местностях сейчас. Еще не могу вас не спросить, это, может быть, не прямую к вам относится, но тем не менее. Что касается самого учебного года, постоянно возникают разные разговоры. Одни говорят, что 3 месяца лет – это много. Нужно, может быть, больше дать детям отдыха, не знаю, осенью или зимой. Другие считают, что, может быть, за исключением нынешнего лета, в принципе, у нас мало солнечных дней, пускай уже летом дети отдохнут и 3 месяца как бы не будем их трогать. Опять-таки, аргумент слышится, как бы образование – это наказание. Да, образование как будто – это наказание. Другие родители, особенно, которые, естественно, работают, им как раз, они всегда мучаются, как 3 месяца ребенка занять, они, может быть, и рады, чтобы он в школе подольше был. Что делать, где найти, может быть, опыт других стран мы можем использовать. Да, но я могу говорить как эксперт, конечно, разумеется, у нас, не только у нас, и у наших соседей, в Эстонии, Литве, и даже из скандинавских стран, конечно, очень-очень большой это летный перерыв. И эта традиция, эта традиция, конечно, это не очень рационально, и во множестве, во большинстве европейских стран, конечно, учебный год, как бы, дольше, то есть он более распределен по течению года. И я думаю, лично я думаю, что, разумеется, мы должны когда-то в будущем к этому прийти, потому что у нас и уроков не хватает, то есть мы хочем больше и больше от содержания и образования, но повысить количество уроков мы не хочем. И в этом смысле я бы сказал, да, что продление учебного года – это очень рациональное решение, если к этому придет, я бы это поздравлял и одобрил. Но я скажу другой перспектив здесь, это не просто о том, дать или не дать свободное время, это очень важно влияет на равенство в образовании, потому что, если, скажем так, в фамилиях, в семьях с высшим социоэкономическим положением – это не такая проблема, то есть дети занимаются и летом, и едут на разные занятия, и учатся, в принципе, продолжают развиваться, то с детьми, которые идут от неблагосостоянных семей и регионов, такой возможности, в принципе, нет. И они очень много теряют того наученного в течение зимы, скажем так, за летние месяцы. – Так что здесь… – Да. – А что касается вот этих шестилеток, вы думаете, что постепенно школа будет готова? – Да, обязательно, обязательно. – Потому что когда приходят один-два ребенка в классе, это одна история, а если будет целый класс из шестилеток, это совершенно другая история. – Статистика говорит о том, что, конечно, количество процентов, то есть шестилеток, которые идут в первый класс, он повышается. С каждым годом он повышается. – Может быть, это правильно в том плане, что потом до 19 лет учится, конечно. – Да, конечно. Тут есть рациональные аргументы, но вспомним и того, что дети сейчас развиваются гораздо быстрее. То есть больше и больше будут таких ребят, которые в шести лет уже знают очень много. Ну, скажем так, все сейчас уже с очень малолетные возрасты действуют и работают с технологиями, которые нам не всегда по силам. – Значит ли это, что и подготовка в детских садах может измениться? – Да, 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 разумеется. – Давайте я смотрю, у нас есть звонок. Перед завершением эфира успеем принять. Одевайте, пожалуйста, научники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. – Добрый день, Сергей Ильич. – Да, пожалуйста. – Я так понимаю, речь идет о той программе, которую так и не смог озвучить господин Шадорскис. Если я правильно понимаю так же, да, хотелось бы задать единственный вопрос. Насколько учтены требования родителей после такого количества митингов и пикетов, и учтено ли то мнение, которое было озвучено на Вселатвийском родительском собрании? – Спасибо большое, дед. Ну, сегодня у нас тема была больше по стандартам образования, да, так сказать. Но, видимо, это вопрос-догонку по поводу реформы билинговальной системы. Я так понимаю, что уже с 19-го года, по-моему, 7-й, 9-й класс, если я не ошибаюсь. – Да, закон принят. Я не могу это больше комментировать. Так что, да, эта реформа, которая касается изменения пропорций в основной школе, скажем так, сколько времени отводится на изучение предметов на государственном языке, и сколько может изучаться на языке меньшинства, она определена, она изменена, конечно, да. Так что это вводится с 19-го года, да. – Но это, в принципе, не мешает, что стандарты с 20-го года, да? – Нет, в принципе, нет, потому что стандарт, конечно, он определяет не так много процессов, как достигаемые результаты, разумеется, да. Так что эти две реформы и две стороны реформы, они, конечно, связаны, потому что они касаются учебного процесса, но она не напрямую связана с самым стандартом. – Спасибо большое. Так вот время эфира у нас быстро подошло к концу. Директор государственного центра содержания и образования, доктор исторических наук, какой-то сад у нас был в студии. Спасибо. – Спасибо.